я общался с многими поколениями и вот когда задаешь вопрос людям вот сейчас на этом уровне всем им стыдно почему-то проходит сколько лет там 5-10 лет им очень стыдно поверьте мне вот я общаюсь я не говорю там не приукрашиваю им очень стыдно единственное что они могут сказать это тогда было не мог но я очень польщен недавно буквально в интернете нужная пара меня вот нашел парень очень хочет служить в воздушных войсках и парня смотришь страницу да давно уже такого не видел вот то что было раньше как 20-30 лет назад люди шли служить в армию как бы со всей идеологии желанием вот от этого человека я услышал было очень приятно очень лестно это видеть и слышать очередная черта в дальнейшем ветеранов возраста это второй то есть его знакомый не возьмите это получается уже как смысл жизни дальнейшей что именно быть быть вместе поддерживать традиции наши традиции передавать действительно еще один элемент в традиции да спасибо большое третье это победа будет 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 планирует планируется по украине пока предварительно но планируется на следующий год на украине откуда это еще сейчас не не будем об этом спекулировать факт то что в прошлом году когда планировался я вот кстати стоит земляк тоже участник прошлогоднего это наш представители петербурга мы поздно поле ханы мой земляк по казахстану когда мы планировали очень серьезные мероприятия между прочим хочу отметить то что казахская именно представитель власти а именно командование вооруженными силах казахстана в этот раз подошли лучше чем прошлом году россияне потому что сам командующий дал указания командующему аэромобильными войсками поддержать нас кроме того они выделили даже взвод десантников которые будут на я не знаю точно на каждом участке это маленькая как сюрприз держится вы будет нас сопровождать взвод десантников казахстанских на военных задержка у вас было сегодня это от меня я сделал я отработал все двое суток да это просто это там это может задержала я прибыл раньше времени на таможню ну там они сегодня чего-то не пропускали все жаловались вот я пошел именно туда в пограничникам не по рассказали мне хотели помочь попросили написать заявление я написал заявление но чем-то с литовской стороны отнесли командиру пограничных мне вынесли сказали вам отказ я не нашлось вот я думаю что не все нас все-таки где-то может быть уважают десантников или может быть другие причины не поговорить и факт то что отказали я ушел когда я подошел к машине стал отвечать с чужого телефона у меня денег не было на смс который когда уже подъехали опять два пограничника сказали передумали все-таки вас решили видать кто-то уговорил этого человек которыми отказал ну и слава богу я спасибо и дачи вам спасибо ты помнишь как сержант тащил меня и все твердил что к свадьбе боль проходит во сне все это часто вижу я и и память снова в прошлое уводит вдруг вспомню искореженный камаз и надпись на кабине украина война тогда связала кровью нас и вдруг граница душу разделила но верю не разделят нас толпы таможня нашу дружбу не проверить и снова соберутся мужики и солнце по кундузки нас согреет ну раздереваться но верю не разделят нас толпы таможня нашу дружбу не проверить и снова соберутся мужики и солнце по-кабульски и солнце по-гератски и солнце по-афгански нас согреет а 6 каждого по бокалу понятно это именно показалось моим пивзаводом моем городе поэтому вы знаете мне не обычно дарят вымпелы с каждого города мне нечего дарить со своего пивзавода у них там вымпел это пивзавод девчонки он часто пропил дорогой мы будем поправляться спасибо так и еще одна и навигатор на всякий случай по-русски говорить умеет у меня девочка немецкая уху 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 хорошо когда нет из латвы я сказал я еду через литву дальнейший мой путь сейчас мы едем чай попьем и сразу я выезжаю к тебе ну где ты меня встречаешь, будешь командир? мне какая разь куда ты прикажешь что дай гуну двигаться ну да слышь на на ржев сначала и на москву не совсем я там просто день отдыхаю я не могу приказывать не могу ну очень хотелось бы уху уху на лево направо а на драк а на какой отценность? аээээээээээээээээээээээээх я приеду тебе потом к одному и вот тогда мы с тобой пойдём и побаримся и посидим столько сколько нам надо еще и заберем и Лисёнка и Шабурова, все соберём ну вот там вот где-то вот себе Командир, меня там ещё Поповский ждет с Зайцева Командир, где будешь, где скажешь, там и остановлюсь, где флаг поднимешь? Где выбросил флаг, там по тормозам. Нет, разве километраж, командир? Нет, разве километраж, мы когда-то пешочком бегали? Да, где-то так, наверное, я не знаю, сколько до Ржева. Ну, командир, часа полтора еще был на чай подъем, 12 годов по Сибири. Командир, я не тороплю, выхожу, я как тресак. Рекс есть? Рекс. Они теперь хотят в каждой части, в каждом городе приезжать. Ни гвоздя, ни жезла, пусть нам повезет, чьи мой конь железный, вдаль быстрей ветра. Ни гвоздя, ни жезла, и если кто нас ждет, то быстрей летят года и километры, то быстрей летят года и километры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова